Наследие, связываемое с творчеством Шухова, это национальное наследие, и более того, это мировое наследие. Поэтому, когда сейчас говорится, что башня Шухова — это памятник регионального значения, то это как бы режет слух очень, потому что всем миром признан приоритет инженера Шухова именно в создании гиперболических и сетческих конструкций. Существует в литературе, посвященной истории советского авангарда и вообще авангарда мирового, точка зрения такая, которая была сформулирована Семеном Арчимхану Магаледову. И он писал уже изначально и в своих первых книгах, и в том числе и в последних книгах, которые ему удалось издать в прошлом году, посвященной творчеству Шухова, что вот остается загадкой, почему творчеству Шухова не оказало стилеобразующего и формообразующего влияния на архитекторов советского авангара. Вот это меня всегда, это его фраза, она в течение многих лет как бы меня все время блудоражила, потому что я видел, что именно оказало как раз, причем принципиальное влияние, причем на именно столбов, на лидеров советского архитектурного авангарда, на Катлина, на Мельникова, на Реонидова и, посвященным образом, на Александра Веснина. Вот с этими именами связано влияние Шухова. Я сейчас вам покажу. Два памятника в 19-м году возникли, когда, значит, вот в Москве произошел очередной конгресс Коминтерна. Это Шуховская башня и проект Татлинской башни, памятника третьему интернационалу. Почему я их сравниваю? Потому что они ввели в себе одну идею. Это памятник, соответствующий третьему интернационалу. Вот здесь плохо видно, поэтому я сейчас показываю следующий кадр. Пожалуйста, он так-так стоит внизу. Вот я показываю разрез этой башни. Видно, что внутри башни находится, я не говоря о конструкции, здесь влияние и башни Эйфеля, и Шуховских поисков. Но я обращаю внимание, вот на эти четыре объекта. И вот здесь сфера. Платоновы тела. Это куб, пирамида, цилиндр и сфера. Значит, они должны были вращаться. Но откуда, и здесь должно было размещаться в мировое правительство, откуда идея эта? Идея прослеживается из произведений Шухова. Можно следующий. Вот от Жигольский майяр. Вот он в построенном виде. Вот проект. Видите, что Шухов лучше запроектировал наполнение архитектурной, ну, условно говоря, жилье там, для обслуживающего персонала. Значит, этой башни. То есть вот идея вынесения внутри башни некоего объекта, который, да, использовался в проекте, здесь уже присутствует. Можно следующий кадр. Это от Жигольский майяр около Херсона. Вот Станиславский майяр. Там же, около Херсона. Та же идея. Можно следующий кадр. Вот башня, это 11-й год был, 1911 год. Вот башня близ Ярославля. Значит, Шухов делает ее двухъярусной. Это первая башня, которая была сделана двухъярусной. Тот маяк был, она ярусная, 70 метров высотой. Значит, здесь он помещает внутри второй резервуар. То есть он наполняет еще следующий ярус башни соответствующим наполнением. Соответствующим объектом. Ну и здесь два этих самых робота. Можно следующий кадр. Значит, вот я еще раз показываю идею Татлина и идею Шухова. Совпадают. Конструкции та же есть способ. Хотя здесь спирали и так далее. Следующий кадр можно. Значит, вот следующая оппозиция. Это Шухов и Мельников. Имеется в виду во всей литературе, что гениальный Мельников изобрел это здание. И вот оно стало наследием мировой архитектурной мысли авангарда. Конструктивизм считается. На самом деле это уже арбеком. Следующий, можно так сказать. Вот провозвестник, так сказать, этой идеи Мельникова. Это парильон построенный по проекту Шухова на Нижегородской выставке в 1896 году. Мы видим вот эти окна, которые образуются вот этими направляющими сетчатыми. Почему Мельников воспринял эту идею? Потому что в 1926-1927 году он вместе с Шуховым строил Бахмитинский гараж. И там было покрытие Шуховское. Они общались много. И, видимо, вот здесь и произошла вот эта утечка в кавычках информации от Шухова к Мельникову. Можно следующий кадр? Вот это всемирно известный проект Мельникова, памятник Христофору Колумбу в Сан-Доминго. Конкурс 29-го года. Мы видим, что вот эта Шуховская башня в модифицированном виде, как она сейчас строится по всему миру, вот здесь она была представлена на этом конкурсе и получила особое суждение жюри международного конкурса. На конкурсе было 400 проектов, как на 20 советов в Москве. Значит, этот проект был выделен как уникальный благодаря той идее Шуховской, которую Мельников здесь интерпретировал. Их башня высотой 300 метров. Это вот корреспондировано с ним. Значит, вот эти крылья впервые Мельников, видимо, это моя догадка, здесь должен был использовать тентовую конструкцию, потому что 300-метровые крылья не могли бы вращаться от ветра, если бы они были за степленные полы. Вот как сейчас строятся по всему миру эти башни. На этом же принципе тоже 300 метров, тот же модуль. Можно следующий. Это там написано, где написано. Это Кэн Шаттлворд, архитектор в Лондоне. Их много таких. Следующий. Вот проект Форклорс 300-метровый на окраине Лондона. Можно следующий. Вот другой гений мирового авангарда и отечественного, Иван Леонидов. Его известный проект Института библиотека ведения имени Ленина на Боровьёва-Жарабе. Что мы здесь видим? Ну, это проект, который перевернул весь, по условно говоря, мир, потому что он создал нового лидера конструктивизма. Вместо Александра Викцина, который был руководителем и его дипломного проекта, лидером стал Иван Леонидов этим проектом. Так вот здесь, вот Шуховская конструкция. Это впервые было предложено сооружение аудитории, остекленной. Вот из этих модифицированных Шуховской конструкции. Можно следующий, скажем? Вот, это более крупно. Следующий можно. Вот, как бы, в всём принципу, я в всём показываю. Такая скульптура, кстати, тенковая. Вот здесь тенк. Она в Норвегии стоит. Вот, отсюда Леонид использовал вот эту, подковную часть для своей аудитории. Следующий камер можно. Вот его разрезает аудиторию. Вот эта конструкция. И вот конструкции, которые несут оболочек. И самый гениальный проект Леонидова, который его ещё раз прославил на весь мир, это проект на оконке Ашрама на Аграсской площади. Вот эта знаменитая, как устойно говорят, чернильница, аудитория, где вот этот принцип гиперболической конструкции Шухова использован. Следующий кадр можно. Вот эта весь проект с этой самой аудиторией. И вот наиболее примечательно, вот эта вот башня. Здесь не видно, что она гиперболическая. Не очень точно видно. Но она опирается, видите, на все конструкции, все сооружения опираются на лёгкие конструкции. Можно следующее. Вот, вот здесь видно, что она гиперболическая, видите? Вот, и как себе Леонидов мыслил, эта башня делает, её оболочка, это стеклоблург. То есть она вся ночью светится, а изнутри виден весь город. Вот, и можно следующее. Её, а, вот как это выделило в будущем осуществлённом на фоне Гремля. И сам Леонидов мыслил, что вот его комплекс является главным по отношению к ансамблю Гремля. Потому что не может, как он себе мыслил, такое гигантское сооружение является вторичным по отношению к конфликтурному наследию. Можно следующее завершать и так далее. И вот, как это осуществлено сейчас в Гуаньчжоу, в Китае, вот приблизительно какая-то башню построит. Спасибо.